В России стремительно растут цены на огурцы, картофель, яблоки, томаты, макароны и электронику. Более того, Федеральная антимонопольная служба выдала федеральным торговым сетям предупреждение с требованием снизить цены на продукты в некоторых регионах страны. А в чем причина роста цены? Неужели придется запасаться продуктами впрок? В вопросе разбиралась Ольга Мартынова. Молоко, хлеб, картошка, овощи – именно на самые необходимые продукты питания цены могут расти выше инфляции. Об этом предупреждают эксперты. При этом люди все равно будут покупать эти товары, потому что без них не обойтись. И причина простая – чем больше спрос, тем выше цены. По мнению профессора в области финансов Олега Свиридова, на рост цен в стране влияет и неправильно рассчитанная инфляция. Большая часть товаров, входящих для расчета инфляции, она недоступна большинству населения. Поэтому цены на них и не растут. То есть растут цены на товары не эластичного спроса. Рост цен уже не на 5 или не на 10%, а на 20% размазывается по 89% товарам. И получается, что инфляция в реальном выражении для большинства населения, она выражается более высоким показателем, неже нас радует центральный банк. Неточные цифры не дают правильно рассчитать и другие показатели, что в конечном итоге также приводит к экономическим кризисам. Причем не только отечественным, но и мировым. С одной стороны, продавцы, конечно, пытаются компенсировать те потери, которые они понесли в период 2020 года. Пытаются, конечно, ценами восместить себе понесенные убытки. В условиях ужесточения санкций сфера услуг, например, не восстановилась полностью. И сегодня спрос, который растет в постпандемический период, в первую очередь в сфере услуг, превышает то предложение, которое могут обеспечить на рынке. Сюда же добавляется нестабильный курс рубля, рост цен на импортные товары и перевозки. Вслед за удорожанием импортных товаров не отстают и отечественные производители. Они тоже подтягивают цены. А в России, по мнению экономистов, высокая доля бедного населения. И для них рост цен даже на 3-5% является существенным, поэтому и ударяют по кошельку. Так существуют ли какие-либо меры по сдерживанию цен? Оказывать на конкурсной основе поддержку сельхозпроизводителям. Второй момент – это возможно субсидировать программы, не нарушая требования ВТО и соблюдая действующие ограничения в семейной торговой организации. А главное, по словам эксперта, чтобы государство через федеральный бюджет оказывало поддержку населению с низкими доходами. Продолжение следует...